Днепр 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 Согласно информации The Wall Street Journal, Чикагская биржа опционов Chicago Board Options Exchange в сотрудничестве с биржей криптовалют Gmini собирается запустить торговлю деривативами на биткоин и на другие криптовалюты. Предполагается, что процедура начнется в конце 2017 года. Чикагская биржа опционов является самой большой биржей для торговли деривативами в США. На нее приходится более 50% опционной торговли в США. Gmini – криптовалютная биржа, которая работает с 2015 года и базируется в Нью-Йорке. На ней торгуются биткоин и эфир. В настоящее время Чикагская биржа опционов ждет одобрения регулирующих органов. На наш взгляд, возможно, торговля деривативами на криптовалюты на CBOE значительно увеличит интерес крупнейших институциональных инвесторов к рынку криптовалют. Для дальнейшего развития крипторынка это будет очень значительным шагом вперед. Аналитики компании Alpari предполагают, что торговля опционами снизит излишнюю волатильность по криптовалютам и увеличит доверие инвесторов к ним. Также аналитики считают, что это событие откроет дверь для постоянного притока денег крупных финансовых участников на рынок криптовалют. Капитализация крипторынка выросла значительно за последний год с 10 миллиардов в 2016 году до 114-115 миллиардов в 2017 году. Капитализация рынка на данный момент составляет 100,87 миллиарда долларов. Менее чем за сутки Bitcoin Cash BCC или BCH занял третье место среди криптовалют по капитализации. Его капитализация составляет 7 миллиардов и 254 миллиона долларов против 45 миллиардов 433 миллиардов долларов по биткоину, классическому биткоину. С появлением новой капитовалюты доля биткоина снизилась до 44,6%. Новости из Британии. Вчера опубликовано решение Банка Англии по денежно-кредитной политике и ежеквартальный отчет по инфляции. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне четверти процентов годовых, то есть без изменений. В своем ежеквартальном отчете по инфляции Центробанк снизил свой прогноз по ВВП Великобритании за 2017 год с 1,9% до 1,7% и за 2018 год с 1,7% до 1,6%. В четверг 3 августа пара евро-доллар закрылась ростом. После падения единая валюта подорожала к доллару до 1,1893. Сначала евро-быки получили поддержку от протоколов Банка Англии и поступления корней. Затем доллар США просел на фоне резкого падения доходности американских облигаций. Фунт попал под давление из-за увеличения голосующих за сохранение процентной ставки, а также пересмотр Банком Англии прогнозов на ВВП по Британии на 2017-2018 годы. Глава банка Марк Карни заявил, что неопределенность относительно выхода страны из ЕС оказывает давление на экономический рост. Доходность 10-летних облигаций упал до 2,21% годовых. Она оказалась чувствительна к слабому индексу деловой активности в США в сфере услуг, который опустился в июле. Индекс занятости в июле упал с 55,8% до 53,6%. Благодарю Веселина Петкова, Анну Кокареву, Владислава Антонова и других аналитиков компании «Альпари» за предоставленный аналитический материал. Давайте еще немножечко посмотрим наш календарь. Чем богат сегодняшний день? Сегодня пятница, последний день недели. Естественно, многие уже готовятся к выходным. Но тем не менее, сегодня в пятницу нас ожидают кое-какие новости. В первую очередь хочется обратить внимание, что в 15.30 снова в Америке выходят данные. Данные по количеству новых рабочих мест, продолжительность рабочей недели, почасовая заработная плата, доля рабочей силы в общей численности населения. Ну и очень важный момент в 15.30 – Non-Farm Parals или уровень безработицы. Прогноз прогнозируют аналитики, что уровень безработицы будет снижаться. Предыдущие значения 4.4, прогноз 4.3. Но те данные, которые могут выйти, могут, так скажем, показать реальное состояние уровня безработицы в Америке. Ну и кроме всего прочего, в это же время выходит торговый баланс. Сейчас можно увидеть, что аналитики прогнозируют уменьшение разрыва, уменьшение отрицательного торгового баланса и оптимистичные настроения аналитиков в сфере американской экономики. Что же выйдет реально, мы узнаем в 15.30. По Канаде в это же время выходит изменение числа занятых, хоть тоже уровень безработицы, деловая активность. В общем-то, доллар канадец в 15.30 наверняка будет показывать большую волатильность. И в 20.00 традиционный отчет Берки Хьюрс по активным нефтяным платформам в США. Мы узнаем, сколько реально выросло или сократилось добыча нефти в США, что естественно отразится на рынок нефти и на нефтяные котировки сегодня вечером. Но наверняка рынок себя проявит только завтра утром. Итак, давайте перейдем немножечко к анализу, техническому анализу наших валютных пар. Вот посмотрим, как изменилась ситуация со вчерашнего дня. Я думаю, что нужно сейчас в данный момент начать обзор даже не с японской иены по традиции, а все-таки с британского фунта и посмотреть, как он рухнул в течение выступления вчерашнего Марка Корни. Вот, то есть падение было очень сильным. Я сегодня утром открыл здесь позиции кое-какие, потому что сигнал был на вход по стратегии Profit Surfer. То есть достигнута первая целевая зона в районе 24. Давайте посмотрим. Сейчас поставим сетку Fibonacci для того, чтобы было легче видно. Первая целевая зона 23, вторая 38, третья 50. В чем суть данной ситуации и почему у меня стоят стопы по вершине? Объясняю. Значит, смотрите. Дело в том, что предыдущее направление тенденции было восходящим. То есть здесь сомнений нет, что тренд по часовику был восходящий. Линия поддержки Касая была очень сильно пробита, при том пробита наверняка с хорошим объемом. Обратите внимание, что объем здесь вырос. Это говорит о том, что очень вероятно, что тенденция будет сломлена и какое-то движение вниз рынок продолжит. То есть в данном случае, когда меняется тенденция на импульс в обратную сторону, то есть когда идет зарождение новой тенденции в обратную сторону и контртренда, а может быть и слом глобальной тенденции восходящей, откатная зона такого движения по Fibonacci может составлять до 61,8% годовых. То есть здесь используется вход несколькими ордерами. То есть не одним ордером, потому что четко здесь поймать целевую зону. Ну с одной стороны, конечно, здесь можно было бы пропустить замечательный вход, потому что рынок очень часто делает следующие моменты, то есть импульс, даже не добивая до 38, просто идет импульс и в сторону импульса можно было бы зарабатывать. Но рынок очень часто может уйти гораздо глубже, поэтому здесь целевую зону по определенным торговым сигналам нам необходимо ловить. Чем еще такая чревата ситуация? Такая ситуация чревата еще тем, что рынок может уйти просто под бывшую линию поддержки, которая стала сопротивлением, заползти под нее и вообще уйти наверх каким-то образом. То есть часто такие ситуации тоже встречаются, отработав и даже уйти на вершину. Значит, с одной стороны, конечно, здесь можно работать и с коротким стопом, можно работать и с длинным стопом. Но в последнее время я почему-то склоняюсь к тому, чтобы немножечко подальше отодвинуть стопы и, скажем так, обратить внимание на качество отбора рынка. Расстояние от позиций по стопам – это не значит большой риск. В денежном эквиваленте расстояние стопов от текущих открытых позиций должен быть в процентном соотношении определен по отношению к депозиту. То есть сколько денег, грубо говоря, от депозита мы здесь готовы потерять. У меня есть определенный риск менеджмент, и я готов потерять определенное небольшое количество процентов в деньгах ради того, чтобы зайти в этот рынок. Целевая зона у нас в этом отношении, естественно, меньше, чем стоп. Но, да, в этом отношении у нас математическое ожидание не столь хорошее. Но, с другой стороны, если мы начнем здесь ловить целевые зоны, нас очень часто могут повыбивать по стопам, и у нас уже, когда рынок дойдет до правильной целевой зоны, у нас уже просто не будет пороха и внутренней энергии, просто открыть еще одну позицию. Поэтому я все-таки намерен взять больше, скажем так, поставить чуть-чуть подальше стопы и взять меньше прибыли. Хотя, скажем так, здесь вот отрабатывать или ставить тейк профиты тоже с одной стороны можно, с другой стороны можно и посмотреть, как рынок может двигаться дальше. То есть, относительно движения по фунту, первая целевая зона, вот эта низина, вторая целевая зона, куда может прийти рынок, это следующая низина на уровне 1.30.50. В этом отношении я очень условно поставил тейк профит, потому что позицию можно вести, естественно, несколькими способами, тейк профитами, либо просто стоп-лосс передвигать в положительную зону. Естественно, как только рынок уйдет ниже вот этой низины, ключевой низины, куда продавил рынок Марк Корни вчера, ну наверняка человек, наверное, прекрасно понимал, к чему приведет его выступление, я посредственно там уже поставил наверняка позицию на пробой. Вот, они же на этом и зарабатывают. То есть, они прекрасно знают и понимают суть своего выступления и куда пойдет валюта. Вот, так вот, если рынок преодолевает низину 1.31.10, естественно, стопы мы передвигаем в безубыток или в положительную зону. То есть, если рынок не дойдет до второй целевой зоны, ну, я тогда буду удовлетворен и одной открытой позиции. Среди прочего, почему открыта позиция, импульс, коррекция, отсутствие дивергенции, вот, и стахастик у нас в целевой зоне продаж, то есть, он достиг отметки 80. В этом отношении, естественно, в таком случае всегда можно открывать сделки на падение валюты. Я надеюсь, что понятно, да? То есть, здесь, в общем-то, у нас очень хороший сигнал по профитсорферу. Почему я начал с фунта? Ну, потому что, вот, просто сразу были открыты позиции, чтобы вы просто их видели, потому что, ну, пока буду вести обзор, рынок может просто измениться. Да, нужно будет реагировать. То есть, таймфрейм, час, основной таймфрейм, по которому мы осуществляем вход час, для того, чтобы искать точки входа, это 15 минут. То есть, вот, пожалуйста, обратите внимание на то, что здесь был замечательный, ну, говорят, пин-бар, да, или пин-свеча, свеча разворотной формации. Там, кто как ее называет, то есть, я не буду называть страшные японские названия свечных моделей, но свечная модель, обратите внимание, четкая, ясная и понятная, да. То есть, по классике занятий, мы вчера, буквально, мы вчера проходили свечные модели, японских свечей, да, вот она, пожалуйста, реализовалась вам на 15 минутке. Вот, где входить? Либо вот здесь должен был быть вход, либо по пробою вот этой свечи у вас есть еще одна возможность за шортистой поставить позицию вниз по 15 минутке. Вот здесь красная гистограмма АЭС говорит о том, что у рынка настроение шортовое. Вот, то есть, классика технического анализа, классика свечного анализа, берите, работайте сегодня, внутри дня, у вас прекрасная возможность заработать деньги, надеюсь. И обязательно соблюдайте риск менеджмент. Так, хорошо, кстати говоря, коллеги, у меня большая просьба такая к вам, да, вот сейчас немножко проверемся, да. У меня очень большая просьба к вам, вот, ближе к концу нашего обзора сегодня, в чат написать ваши пожелания, что хотелось бы, может быть, какие-то, что-то изменить в нашем обзоре, нужен ли вам вот тот блок новостей, который мы даем вначале, именно в таком объеме, в котором он есть, аналитика, то есть, новости макроэкономические, политические новости, именно в том объеме, да, у нас занимает порядка от 5 до 10 минут, вот, может быть, еще какие-то пожелания к нашим обзорам есть, мне хотелось бы собрать небольшую статистику, да, по нашим с вами встречам, вот, буду собирать определенное, наверное, время, то есть, может быть, пару недель, хочется, как бы, от вас получить обратную связь в этом отношении, чтобы улучшить наши обзоры, наши аналитические обзоры в 11 часов. Хорошо, продолжаем. Японская иена. По японской иене движение состоялось сортовое вчера. То есть, что говорилось? О том, что, ну, во-первых, японская иена, естественно, будет дорожать, да, то есть, доллар падает, то есть, есть для этого определенные события. То есть, за последние дни индикаторы показали следующее, то есть, за последние дни индикаторы зашли в зону продаж, по индикаторам, это зона перекупленности называется, да, и здесь формировался как раз вот тот самый сигнал, по которому можно было зашарпиться. Но сигнал четко не отвечал стратегии Profit Surfer, то есть, рыночек был такой вот немножко рваненький, вот, но, тем не менее, такие сигналы тоже интересны, так скажем, да, мы, наверное, сделаем определенные курсы по подобным сигналам, по подобной стратегии, это немножечко другое, чем Profit Surfer, но, чем, очень похоже, но чуть-чуть другое, вот, точка входа была на пробитии, либо в этой зоне, да, по свечному анализу стоп можно было поставить по этой вершине и взять вот этот кусочек рынка. По сути дела, конечно, целевая зона откатная оказалась. Как всегда, подчинена цифрам Fibonacci 38,250, вот, именно в этих целевых зонах кусочек рынка в предыдущем импульсе можно было бы и взять. Но единственное, что смущало, что у нас уже здесь назревает такая вот тихая дивергенция, да, то есть вот здесь вот, скорее всего, уже ускорение в обратную сторону, здесь уже нужно было фиксировать прибыль. Что будет? Что дальше будет? Дальше наверняка будет откат к вершине. Целевая зона отката определится, ну, во-первых, 80-100, да, куда может прийти второе, целевая зона отката будет определяться изменением цвета гистограммы. То есть пройдет сейчас ускорение зеленое, будет зеленый моментум, и как только основа начнется менять на красный цвет, вот тогда мы увидим, может быть, увидим как раз целевую зону отката. Она совпадает с наклонными линиями поддержки сопротивления, да, вот здесь вот можно очень условно провести. Где-то здесь наверняка рынок встретится с очередным сопротивлением. С одной стороны, конечно, контртренд можно здесь отработать, но это не соответствует стратегии профитсерфера, но, в принципе, проколоть рынок ниже может снова и уйти наверх. С таким вот ползучим делом. То есть здесь, ну, такая достаточно много риска, большая неопределенность. Но с относительно коротким стопом, если на пробитие вот этой черной свечи и ее хая по 110.23, можно зайти и по низиночке поставить вот такой стопик, в надежде взять вот этот кусочек рынка. То есть это тоже один из моментов, который можно использовать. Хорошо, давайте австралиец по австралийцу. Австралиец продолжал ползти, в общем-то, в тренде вверх, но вчера, после выхода новостей, да, даже сегодня утром. Сегодня утром австралиец, как бы, отшортился, да, его отшортили. Медведи, здесь у нас свечная модель, опять назревает. И, в общем-то, вот здесь, как всегда, по свечной модели, естественно, тоже можно поставить на пробой, либо позицию на пробой можно было поставить вот здесь вверху. Но это, опять же, контртренд, ловить точки разворота, неблагодарное дело, лучше идти по тренду. В этом отношении, как бы, мне профитсерфер больше нравится. А что назревает у нас здесь? Именно по часу. По часу назревает, все-таки, наверное, контртренд. Обратите внимание, что более, так скажем, более приятная глазу картина по свечному анализу именно на часовке. То есть, пробой низин свечей, ключевых, а может быть и хвост, тени вот этого черной свечи, может дать замечательный сигнал в походе рынка на низ. Стопы каратенечко можно поставить по вот этой вершиночке. Естественно, вы должны определить долю риска в этом отношении. Стратегия не профитсерфер, поэтому я свои позиции здесь размещать не буду, но достаточно интересный рынок для того, чтобы с хорошим потенциалом. Здесь очень вероятно, что зреет модель разворота. Именно вот в этом месте. По сути дела, конечно, хотелось бы дождаться вот стахастика по 4 часам в зоне 80. Это еще один сигнал подтверждения. И АЭС красного. Тогда это будет более таким, скажем, точным сигналом для входа, если кто-то будет работать здесь, контртренд. Так, хорошо, по рублю вижу. Будем включать тогда рубль. Подробный анализ по рублю в обзор. Вот мы так касательно просто, очень его просто по касательной проходили в прошлый раз. Наверное, будем больше уделять внимание, если есть такие пожелания. Хорошо, давайте тогда. То есть здесь понятно, да, пробитие. Либо рынок достигает вот этой вершиночки, сносит стопы, корректируется и уходит наверх. Здесь две ситуации. Может быть абсолютно разное поведение рынка. По крайней мере, здесь кое-что интересное намечается. И по часовочке, да, стахастик уже 80. Это хорошо. Хорошо, давайте Новозеландец посмотрим. Давайте посмотрим Новозеландец. Вчерашняя разметочка у нас вот какая была, да. Вчера говорилось о том, что ожидаем восходящее движение. У нас рынок лег на линию поддержки. Ну, сказать, что голова, плечи, вряд ли. Но вот подобная разворотная фигура здесь уже напрашивается. Здесь все движение восходящее, которое задали быки вчера. Вот не вчера, но на днях, да, 26 числа, в прошлом месяце, было компенсировано. И сейчас вот это движение, скорее всего, можно считать, как бы, зарождающимся тенденцией в обратную сторону. То есть у нас, более того, стахастик сейчас будет заходить вот в зону 100. Вот, как он туда только зайдет, это еще один подтверждающий сигнал для того, чтобы вот тут вот разместить шортовые позиции. Я, наверное, тоже это буду делать. Вот, давайте посмотрим, что у нас по Фибоначчи. Здесь 38, но обычно, как я уже говорил, вот контртрендовые вещи, когда зарождаются контртренды. Многие все-таки еще совершают здесь покупки и гонят цену к отметке 50-61,8. То есть давайте подождем вот этой зоны 50-61,8 и посмотрим, что будет происходить там. Вот, по крайней мере, можно будет у нас, поскольку 4 часа, наверняка, мы еще на днях к этому рынку этот рынок будем видеть, как он будет формироваться. Все-таки мне бы хотелось получить более хорошую цену и зайти вот здесь и со стопом, наверное, все-таки под вот этой вершиночки. Посмотрим, как рынок будет формироваться, может быть более короткий стоп, но опять же, в денежном эквиваленте здесь у нас определенный процент риска от депозита должен быть соблюден. Хорошо, то есть, ну как бы, ясно, да? То есть модель зреет, разметку менять я не буду, потому что рынок идет согласно разметке, и мы будем переключаться к следующей валюте. Так, что здесь у нас? Это евро-новозеландец, да? То есть у нас был сильный импульс. Сейчас рынок перешел по 4 часам в коррекционную фазу, это очень хорошо. Очень вероятно, что мы можем получить достаточно интересный сигнал на вход наверх. Вершина пробита, низины повышаются, вершины повышаются. Это говорит о том, что может назреть восходящая тенденция. В более долгосрочном периоде нам нужно посмотреть, куда вообще может рынок прийти в какую-то целевую зону отката, прежде чем заходить наверх. Ну давайте так смотреть. Подневки здесь, мы видим уже свечу определенного характера, правильно? Правильно. То есть это разворотная свеча. Наверняка после нее последует движение вниз. То есть долгосрочно рынок может запереться в восходящий клин. Естественно, для того, чтобы нам качественно отработать эту модель, если у нас появятся сигналы, нам нужно все-таки обращать внимание на больший промежуток времени. Потому что в противном случае мы можем зайти в рынок раньше, чем на самом деле это нужно. То есть, в первую очередь на что обращаем внимание? Обращаем внимание на поведение стахастика. То есть как минимум 20.0 он должен прийти. Обращаем внимание на мульти таймфрейм стахастика, который показывает больший промежуток времени. Это дается у нас, кстати говоря, на четвертом дне профитсерфера. То есть работа с подобными индикаторами, она объясняется. Поэтому здесь пока что ничего делать не будем. Возможно, разные варианты. Рынок может не откатиться к этой поддержке. Он может просто сделать меньше откат и уйти снова наверх. То есть в этом отношении прогнозировать что-либо трудновато. Но, по крайней мере, опираясь на линии поддержки с сопротивлением, можно все-таки предположить, что коррекционная зона, коррекционная зона отката будет заперта в восходящем клине. Так, евро и иена вчера пробил у нас линию поддержки. С одной стороны, говорилось, что формируется восходящий клин, что рынок может прийти к линии поддержки и после чего уйти наверх, либо по пробитию ее может уйти на низ. То есть реализовался второй сценарий. Скорее всего, рынок будет сейчас потихонечку уходить к предыдущей линии поддержки, которая осталась сопротивлением, и, возможно, сформирует сигнал вниз. Либо снова будет ползти и уходить наверх. То есть тем или иным образом. То есть в этом отношении я пока точек входа не вижу. Хотя, если вы будете опираться просто на другие индикаторы, на другие стратегии, то стахастик уже в зоне продаж находится. То есть, если торгуем по другим стратегиям, рекомендую дождаться целевой зоны здесь хотя бы 50-61.8, зайти на шорт и поставить ваш стоп-лосс по вот этой вершиночке. Вот она. Вот. Вершина хайс-131.39. Вообще, замечательная возможность рынка дает для активной торговли в последнее время. То есть главное не упустить возможность. И не бояться. То есть чем у вас меньше риск заложен на сделку в процентном соотношении, тем удобнее вам торговать. Я еще раз повторяю, что в этом отношении разгрузите свою психику, не пытайтесь работать с баксом миллион. А лучше сделайте качественные сделки, качественно отбирайте рынки, нарабатывайте опыт. Не старайтесь, я сейчас к новичкам обращаюсь, не старайтесь сейчас колбасить денег. Просто поймите суть рынка, поймите стратегию, поймите себя и потихонечку, доллар к доллару, зарабатывайте стабильно. Лучше, меньше, но стабильно, чем кусками с большим риском. Будет комфортнее работать, ночами спать будете нормально. Хорошо, давайте дальше смотреть. Новозеландец Франк. По новозеландцу Франку у нас разметка практически остается. Я ничего тоже менять не хочу. То есть рынок у нас идет сейчас в косом коридоре, заперся вот здесь. И фактически ситуация тоже неопределенная. Больше ситуация шартовая. После таких вещей происходит две вещи. Рынок либо шартят вниз, а тут предыдущая линия поддержки, которая стала сопротивлением. Либо ее пробиваем и уходим наверх. Здесь возможны несколько вариантов. Значит, на что опираться можно? Ну, во-первых, здесь есть импульс и есть коррекция. И отсутствие дивергенции. Это говорит о том, что у рынка есть все козыри, все потенциалы, чтобы в какой-то момент уйти наверх. Будет рынок уходить именно в этот момент или все-таки сделает классическую А, Б и С? Вот в чем вопрос. То есть, по сути дела, конечно, по индикаторам точки входа были именно вот 1 августа. Да, вот здесь, вот здесь, вот тут вот точки входа замечательные были. На часовочке, да, то есть, рынок практически лег на сотый, вернее, на Боллинджер. То есть, более-менее точно и ясно показали точки входа в 13.00. Вот, ну, скажем так, чем-то напоминает Profit Surfer, но, тем не менее, ну, не настолько хорошо, насколько хотелось. То есть, не идеально. Поэтому точка входа была вот здесь. Ну, и посмотрим, что будет происходить дальше. Скорее всего, рынок пойдет наверх, потому что импульс коррекции и так далее. То есть, здесь всегда есть два варианта. Канадец иена. Разметка та же самая. По 4-х часовке идет коррекционная волна. От импульсная, да. То есть, здесь в определенных моментах мы видим следующее. То есть, восходящий канал был четко и ясно выраженный на часть. Давайте посмотрим. Вот он. Смена тенденции. А здесь был фактор замедления. То есть, не добыть до вершины. То есть, канал был сломлен. Пробитие линии поддержки. Ну, вот, уход почти к ней же. И сползающее движение на низ. Целевая зона такого движения, естественно, по Фибоначчи тоже может находиться. 23, 38, 50. И там нужно будет смотреть. То есть, в этом отношении хорошо бы посмотреть на формирование дивергенции. От как только у нас будет формироваться интересная дивергенция. В этом вот движении, сползающее вниз, да. Как только. Вот тогда можно искать будут точки входа. Ну, и еще какие-то индикаторы можно будет подключить. То есть, фактически, стахастик уже находится в зоне покупок. У нас. По дню. А именно на день нужно обращать внимание. С другой стороны. Нужно посмотреть глобально на рынок, который движется. Я сейчас поубираю здесь всю разметочку, чтобы мы увидели цену, да. Что у нас здесь. А здесь у нас линия сопротивления. Вот она. Почему он и отскочил. И рынок гораздо глубже может уйти, чем мы предполагаем. Вот сюда. То есть, вариантов развития много. По дневке я не знаю, кто работает. Значит, конечно, можно в этом отношении было работать с достаточно интересным стопом. Заходить на пробитие вот здесь. Стоп поставить по вершине, потому что он обоснован. Вот здесь. И дождаться движения рынка внизу. И подхода его к линии поддержки. Достаточно интересный потенциал. Ну, это для тех, кто работает в подобных формациях, в подобном канале. Вот здесь вот как раз трейдеры и заходят. Вот, смотрите, ускорение уже красное, да. Вот, моментом тоже в ближайшее время будет меняться. В общем-то, интересная точка входа. Но, опять же, это другая стратегия. Вот, кто пользуется такими стратегиями. Welcome. Я же все-таки уже выбрал из себя стратегию. Профитсорфер. Я буду дожидаться сигналов по ней. Доллар-франк. Обращаем внимание, неделя закрылась белой свечой. Формируется вторая свеча, да. То есть, зеленая зона находится моментум. Это значит, что у рынка есть весь потенциал движения наверх. То есть, идет контртренд. По сути дела. Вот. Была нисходящая тенденция. А сейчас пробили вершины и ломаем ее же. То есть, нисходящую тенденцию. То есть, вот здесь зашли грамотные люди. Наше дело сейчас присоединиться к этому движению. То есть, формирование коррекционной волны А, Б, С. То, о чем говорилось на предыдущих занятиях по профитсорферу. То есть, классика жанра. После чего мы можем уйти наверх. Значит, два момента. Хотелось обратить внимание. То есть, опять же, если мы работаем контртренд. То 38.50, а то 61.8 рынок может уйти. То есть, в этом отношении нужно просто быть повнимательнее. И как бы не торопиться тоже. То есть, мы работаем с одной стороны. Как бы используем многие методы анализа. То есть, более широкие, чем в описании данных нашей аналитики. Вот. И в то же время мы используем индикаторы. То есть, 20.0 еще не достигнуто. Значит, пока здесь делать нечего. Можно поставить на пробой. Но здесь можно получить не самую лучшую цену. И получить ложный прокол. Нас могут утянуть вниз. Закрыть по стопам вот в этой зоне. Поэтому, в этом отношении я все-таки склонен заходить в менее рисковых точках. Но рынок интересен. Будем за ним наблюдать. По фунту доллару, как бы да. Мы уже смотрели в самом начале. Я много чего рассказал. Те, кто опоздал, присоединяйтесь к нашему обзору пораньше. Вот. Я еще раз покажу, где наши позиции. Первая целевая зона здесь. Вторая целевая зона на шорт вот тут находится. Вот, я уже показал свечную модель по 15 минутке. Ну, просто классика жанра. Вот здесь на пробой можно поставить еще есть время позицию по 1.3445. Стопы можно разместить. Ну, два варианта. Как бы у меня стоят подальше. В денежном эквиваленте у меня процент риска депозита соблюден. Вот. Стопы можно будет поставить и поближе. То есть, по вот этим вершинам. То есть, здесь, пожалуйста, каждый решает сам. Вот тут можно поставить стоп. То есть, тоже достаточно каратенчика. Все, рынок работает. Будем наблюдать за позициями в течение дня. Основание для входа у нас замечательное есть. То есть, 80-100. Рынок перекуплен. Дивергенции нет. Вообще, основные таймфреймы 15 определяются для точек входа. А часовочка для общего направления. Больше таймфрейм определяется направление движения. Целевая зона такого движения может, естественно, находиться вот тут. Ну, как минимум, к этой низине. Поэтому кусочек рынка, я думаю, что можно будет взять. Достаточно интересный момент. Подтверждением зоны выхода является стахастик и его приход в зону 0.20. Ну, изменения момента, ускорения и так далее. То есть, свеча пробита, по сути дела, я обратил внимание, на хорошем объеме. Точки входа в этом отношении у нас сопровождаются меньшим объемом всегда. На маленьком объеме здесь входим, потому что люди, которые здесь находятся сейчас и остальные, они еще не понимают, что движение рынка может развернуться вниз. То есть, что рынок достиг целевого зона. Поэтому здесь больших споров нет. Но, тем не менее, здесь достаточно интересные точки входа. Так, доллар-канадец. Доллар-канадец. Дневка 4 час. Сейчас идет в том направлении, в котором был указан, да, вот предыдущая разметка. Сейчас идет коррекция. А, по сути дела, может произойти снова ход рынка вниз, после чего снова поход наверх. В общем, данное общее направление – это сейчас коррекция, формирование коррекции. Пробита вершина. Сейчас для внутридневной торговли нужно всего лишь подождать сигнала, при помощи которого можно войти в направлении тенденции наверх. Здесь вот немножечко ломается тенденция. Четыре часа нужно дождаться, чтобы был 0,20 по стахастику. Вот тут. И тогда можно будет думать о размещении позиций. И желательно, чтобы АС у нас стал зеленого цвета. Вот тогда будем искать позиции наверх. Потому что все это может завершиться сейчас вот таким вот падением вниз, локальным. После чего у нас сейчас будет коррекционная волна. Классика жанра А, Б и волну С мы должны зайти на откате. Так, евроканадец. По евроканадцу вчера было показано, что может добить наверх до 1,4978. Ничего не поменялось с предыдущего дня. Мы просто ждем этого момента. Дивера здесь с пересечением нуля нет. Поэтому есть вся вероятность, что рынок у нас добьют наверх. Вот какой-то из-за потенциала рынка слабый. Наверх заходить не рекомендую. Ищет нужно лучше найти рынки с более хорошим потенциалом. Так, по евро-доллару ползет все наверх. Стою по неделе. Еще раз говорю. Стопы у меня стоят с соблюдением money management. Именно вот 1,2310. Вот если закроют по стопам, дисциплинированный стоп всегда спасает депозит. То есть, никто заранее, никто 100% не знает, куда пойдет рынок. Но многие банкиры говорят, что движение фундаментальными факторами, так скажем, вот это вот, не подтверждено. И для еврозоны такой дорогой евро не нужен. Но, тем не менее. Здесь заход был многими позициями. То есть, у меня по неделю, по месяцу сейчас идет торговля. То есть, по месяцу сейчас рынок переходит в зону продаж как раз. Вот в этом отношении, вот здесь, многих закрывают по стопам. То есть, был классический вынос стопов по месяцу. Обратите внимание, это происходит на всех таймфреймах. От минутки заканчивая, даже месяцем. Да, вот здесь вот. Банкиры что-то делают с валютой. Посмотрим, что скажет Бернанке там на очередном выступлении. Ну, тем более, что здесь тоже все стахастики в зоне продаж есть. Поэтому, будем смотреть, наблюдать за рынком. И стопы обоснованы за отметкой 50 по Фибоначчи. Внутри дня здесь, ну, скажем так, достаточно сложно открывать позиции наверх. В любой момент валюту могут отшартить, пробить низы. Это будет первым сигналом о том, что меняться будет тенденция. Именно по четырем часам. Пока что никаких явных сигналов в долгосрок вход на низ пока нет. Пока сломанной тенденции нет. Поэтому мы еще ползем наверх. Так, хорошо, рубль, да? Давайте смотреть. Подробно по рублю просили. Смотрите, то есть подробно более-менее паттерн формируется на четырех часах. Притом на четырех часах формируется вот какая-то коррекция. Да, вот определился, да, линия поддержки, сопротивления. Больше обращаем на линию сопротивления в этом отношении. Рынок может прийти к ней, после чего уйти на низ. Здесь у нас те, кто поразмещал стопы. Да, вот тут вот. Они пока еще живы. Наверняка многие заходили по четырем часам на отметке 58, где-то 67, да, на пробитие. Вот рынок вообще с гэпами, с большими, поэтому тут, ну, как, допустим, здесь торговать не знаю. Многие по рублю не торгуют, но для определения долгосрочных моментов каких-то, да, можно на него обращать внимание. В долгосроке, в общем-то, картина не меняется. Определено, что очень вероятно, что рубль будет падать по отношению к доллару, и доллар будет укрепляться. То есть вот такой вот ковшик, W-образная фигура, говорит о том, что глобальная тенденция, конечно, не совсем хорошая, как бы хотелось. Куда может прийти к отметке, в долгосроке, к исторической отметке, вот к 64,37 рубля за доллар. То есть вот это сотый мувинг, и здесь же, более того, он может еще и прийти вот к вершине, предыдущее историческое вершине 66,45. Вот здесь, после чего снова уйти вниз, и еще пойти наверх. Это один из вариантов событий, да, развития событий. Может быть, по-другому совершенно. Вот здесь линия поддержки, которая была пробита, да, стала линия сопротивления. Рынок может прийти к ней, удариться и пойти вниз. Все вероятно. Но это долгосрок. Внутри дня, прошу обратить внимание, здесь я не знаю просто, какие торговые возможности есть. Спред виден на полэкрана на 5 минутки. На 15 минутки тоже, на 30 тоже. Обратите внимание здесь. То есть я внутри дня сейчас не вижу никаких торговых возможностей, потому что, по сути дела, это полет моли. То есть хаос. То есть это коррекционная волна, это хаос, который формирует порядок на большем таймфрейме. Так, Татьяна спрашивает, на каком уровне сопротивления? 61,70. Вот 61,70. Вот он. Он определяется по низинам вот этих свечей. Вот если точнее, будет low 61,77. Хорошо, друзья, давайте тогда посмотрим сейчас дальше, что у нас золото, да? У золота сейчас формируется эдакая неопределенность. Пойти вообще добить вот до верхней линии канала, либо вот не добить и свалиться вниз. Поэтому фактор замедления определить, есть он или нет, сейчас мы не можем, а мы сможем его определять, вот фактор замедления в восходящем движении, обращаю ваше внимание, определять тогда, когда нарстахастик в зоне 80 будет. Вот если он доходит до 80, да, можем говорить о том, что появился фактор замедления, но этого может и не быть. Обратите внимание, что ускорение уже красное, и первые намеки на фактор замедления, они уже поданы. Это первое. Второе. Фактор замедления подтверждается вот здесь вот. Уже раз, два, ну практически три дивергенции, обратите внимание. И сейчас наверняка зреет четвертое вот здесь. То есть наверняка золото в ближайшее время не настолько хорошо расти будет, как некоторым хочется. Давайте посмотрим, что по золоту у нас на 30 и 15 минутке. Ну, с одной стороны, импульс коррекции, который может закончиться еще импульсом. Вот. Ну, с другой стороны, как бы, этот импульс может быть уже не настолько сильным, насколько этого хотелось бы. Он просто не добьет до вершины. И после чего рынок может пойти вниз. Там же где-то уже маячит в ближайшее время, да, с линии Боллинжера, сопротивление на отметке с 1281 по предыдущей вершине. Ну, где-то здесь, наверное, уже будет торможение. Так, хорошо, по нефти топчемся в коридоре. Как и говорилось в прошлые разы, то есть зреет нечто. Либо у нас откат идет, и следующий импульс наверх. Скорее всего так. Скорее всего будет добитие до предыдущей вершины на отметке 50 долларов за баррель. Вот сюда. Либо к сотовому мувингу по Боллинжеру. То есть это еще не конец коррекции. Так что здесь будем топтаться между 53.05 и, наверное, 50 или 50.72. Так, вроде бы все посмотрели, да. Если вопросов больше нет, будем заканчивать тогда наш обзор. Спасибо большое, друзья, за ваши пожелания в чате. Да, сейчас закончится наш обзор, я обязательно их почитаю. Да, Игорь, на селс воп положительный по евро. Так, Татьяна по уровню сопротивления ответил. Так, справа не видны котировки, да, технические проблемы. Так, я понял, хорошо, будем устранять. Попытаемся сейчас устранить все это дело. Так, коллеги, сразу пишите в чат, если что-то не то. Вот, если что-то какие-то, потому что не всегда видно, что, как бы, идет, да, в эфир. Здесь я понял. Так, хорошо. Хорошо, друзья, все, тогда прощаемся, да. Спасибо большое за то, что присутствовали при нашем обзоре. Я надеюсь, что наши обзоры для вас эффективные. Точки входа показаны, стопы показаны, потенциал рынка показан. Время для активной торговли всегда есть. Отлично, все тогда. Торгуем, зарабатываем деньги. Главное, торгуйте без стрессов и соблюдайте money management. В общем, железобетонного профита и без стрессовой торговли. Так, хорошо. Что у нас еще в чате? Вы ждете бренд-коррекцию вниз по 50, потом вверх до какого уровня? Ну, как минимум, к 52.45. Здесь вот. Или 53.13 по бренду. Вот. Ну, о чем-то можно говорить только тогда. Вот, куда придет наверх, можно говорить только тогда, когда у нас индикаторы покажут целевую зону, что движение будет заканчиваться. Сейчас пока что, опять же, здесь неопределенность. Так. Можно по паре евро-доллар в конце еще раз возвращаться. Ну, давайте возвратимся еще по паре евро-доллар. Смотрим, пару евро-доллар, да? Вот, смотрите. Час-четыре часа идет восходящий канал. Вот он. Ну, есть все-таки, да, очертания, по которым можно его построить. Стохастик 80-100 уже приближается. То есть, что может быть? Еще может добить наверх. После чего откорректироваться, уйти на низ. Либо вообще улететь. Вынося все стопы. Сейчас это уберем. То есть, в этом отношении, как бы, ситуация очень рисковая, очень определенная. Посмотрите на день, обратите внимание. Да, потому что, ну, по сути дела, рынок здесь проштурмовал все линии поддержки, все линии сопротивления. То есть, очень уверенно их пробил. Вот. Поэтому здесь у меня все позиции на шартовые будут закрываться по стопу. Ну, money management соблюден. Вот. В этом отношении сейчас входить наверх, как бы, ну, тоже рискованно. Потому что в любой момент, касая линия поддержки, может быть пробита, сменена тенденция. И рынок может уйти на низ. У нас новости сегодня и на следующей неделе будут. Так что здесь, вот в этом отношении, все достаточно неопределенно. Александр, я ответил на ваш вопрос. Здесь практически точек входа нет для того, чтобы с наименьшими рисками безопасно сейчас внутри дня где-то что-то зарабатывать. Просто ползучая коррекция. Посмотрите, обратите внимание. 5-15 минут полет моля. Так, хорошо. Все тогда. Прощаемся. Встречаемся в 12.30. Сегодня третий день стратегии Profitsurfer. Мы знакомимся с индикаторами и кое-какими моментами, которые мы используем. Нестандартные настройки, нестандартное использование индикаторов в стандартной библиотеке MT4. В общем-то, там мы уже увидим суть стратегии Profitsurfer. Я подробно ее объясняю, отвечаю на вопросы, ну и кое-какие откровения. Все, в 12.30 встречаемся. Профессиональные, непрофессиональные трейдеры. То есть для новичков, для неновичков, для тех, кто просто пришел познакомиться, поторговать, увидеть возможности. В общем-то, этот курс для всех. Но для новичков я все-таки советую всегда проходить основу профессии трейдера. И базовый курс, первую часть его, которая длится 5 дней, она бесплатная. Так что приходите, чтобы вы хотя бы разговаривали, вы понимали, о чем я говорю. Вот и разговаривали на общем языке. Все, хорошего дня, стабильного профита. И до 12 часов 30 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова